Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале экзегет, и мы с вами начнем изучение послания апостола Павла к фессалоникийцам. А, если быть точнее, первого послания к фессалоникийцам. Это первый текст Нового Завета, который мы с вами сможем открыть в нашей Библии. Среди канонических текстов это самый ранний. Апостол Павел пишет его примерно в 51 году из города Коринф. О его проповеди в фессалониках мы с вами немножко поговорим, для того, чтобы понять, о чем же все-таки этот текст. И самое главное, почему такое настроение, нам необходимо с вами узнать некие вводные. Итак, город Фессалоники находится на территории современной Греции, а тогда он относился к одной из частей Македонии. Более того, Фессалоники, или Солунь, как это звучит в церковно-славянском языке, был столичным городом той части Македонии. Апостол пребывает в Солунь во время своего второго миссионерского путешествия после города Филиппы. Он продолжает свое путешествие по Игнатиевой дороге и, проходя несколько городов, пребывает в Фессалонике. Нужно сказать, что это второй европейский город, в который проникло евангельское благовестие через апостола Павла. Город можно назвать по тем меркам очень большим. Так, один из великих хронографов, историков древнего мира, античности, Страбон, свидетельствует о том, что в этом городе жителей было более 200 тысяч. Сегодня нам кажется, что это небольшой пригород, в сравнении с многими мегаполисами, это совершенно, может быть, один микрорайон. Но тогда это был достаточно большой город. Национальный состав города Фессалоники включал в себя греков, римлян и даже евреев. Дело в том, что евреи из разных мест Малой Азии, вообще Средиземья, приходили туда как купцы, так как город был большой и очень удобный для торговли. Голород Фессалоники, естественно, вследствие того, что национальный состав этого города был достаточно широким, представлял разные виды язычества, которые были распространены тогда в античном мире. В связи с этим мы с вами, разбирая само послание, обратим внимание на ряд таких психологических и духовных моментов, на которые обращает внимание апостол Павел. Итак, а как же евреи оказались в этом городе? Они попали туда вскоре после основания этого города. Как уже было сказано, в основном это были купцы. Естественно, они оставили там свои семьи, умножились. И поэтому в Салуне или в Фессалуниках была большая синагога, в которую приезжали люди из разных частей всей этой Македонии, всей этой области. Апостол Павел приходит в эту синагогу, и при том удивительно, что само это место собрания иудейского, дом молитвы, синагога, принимало в свои объятия каждого, кто туда приезжал. То есть любой гость иудей, знаемый или незнаемый управителями этой синагоги, мог выйти и проповедовать Слово Божие. И вот апостол Павел воспользовался этой возможностью, этим гостеприимством, и в течение трех седмиц, трех субботних дней он проповедовал о Иисусе Христе. Среди последователей апостола Павла и первой фессалоникийской общины было не так-то много иудео-христиан, то есть евреев по национальности и, соответственно, перешедших из иудаизма в христианство. Больше было неких таких, перешедших из празелитизма иудейского. Нужно здесь несколько отойти от повествования о послании к фессалоникийцам и вспомнить о том, что ко времени пришествия Господа Иисуса Христа на землю мир достигает определенного религиозного кризиса, когда языческие верования от анимизма до каких-нибудь более высоких и развитых форм язычества уже не удовлетворяют думающего человека, когда появляются философские школы, некоторые проповедующие вообще атеизм или неполезность вообще мифического представления о богах или представляющие божества, как и вообще мифы о богах и религии, как некую такую систему нравственного сдерживания человека или наоборот. Так вот, люди часто впадали в разного рода, ну точнее не впадали, а искали для себя вот это удовлетворение религиозного чувства. И многие находили это в Моисеевом законодательстве, в книгах Танаха или, как мы сегодня привыкли это называть, Ветхий Завет. И становились иудеями, потому что иудаизм вообще отвечал тем нравственным запросам, которые, скорее всего, по мнению Тертулиана, заложены в каждом человеке, ведь каждая душа по природе христианка. Поиск вот этой чистоты нравственной, он присущ человеку, даже который воспитан немного в другом социуме. Поэтому иудаизм вследствие как раз-таки перевода 70 толковников на греческий, на общий принятый язык, иудаизм стал очень популярным. Так вот, за апостолом Павлом идет как раз-таки вот этот празелитизм. Эти люди, которые пришли из язычества в иудейство, там, услышав о Христе, услышав о Мессии, они пришли уже в христианство. Однако, нужно сказать, что миссионерские труды апостола Павла в городе Фессалонике оказались крайне успешными. И поэтому, спустя эти три субботы, а скорее всего, чуть больше времени мы сейчас с вами разберемся, почему, спустя некоторое время иудеи поднимают некое такое восстание, ну, естественно, контролируемое. На площади они собирают, как говорит дея-писатель, апостол Лука, негодных людей, и, соответственно, приводят к дому Иосона, а апостол Павел в это время со своими спутниками живет у Иосона, и говорят о том, приписывая апостолу Павлу политические какие-то заключения, политические преступления, что будто бы апостол Павел учит, что царь не Кесарь, а царь Иисус Христос. Сегодня мы с вами прекрасно понимаем, о каком царстве здесь идет речь, что Христос, как и его апостолы, никогда не пытались каким-то образом узурпировать политическую власть. Царство Христово не от мира сего. Об этом Христос говорит Пилату во время суда у Пилата. Иосону приходится много заплатить, потому что его ведут к представителям власти города. Нужно отметить, что Фессалоники, как очень развитый и большой город, имел статус свободного города. То есть горожане, постоянно живущие в этом городе, эстеблишмент этого города, мог избирать себе правящую единицу. И поэтому вот как раз-таки к этой правящей верхушке и был отведен Иосон, потому что апостола Павла там не нашли. Ночью, в этот же день, жители Фессалоника отправляют апостола Павла в Вирию, где, кажется, им будет безопаснее, хотя и туда достигают иудеи. Иудеи. Апостол оставляет для утверждения церкви молодой, еще не такой обширный или устоявшийся, он оставляет двух человек. Это Тимофея и Силу. При том, что Тимофей потом придет к нему в Афины, потом отправится снова в Фессалоники, потом придет к нему в Коринф, уже с добрыми вестями, и апостол Павел, соответственно, напишет это послание. Но это будет чуть позже. Почему мы с вами не можем точно сказать, что апостол Павел был в Фессалониках три недели? Явно, что немного это настроение мы видим в самом послании, об этом мы с вами поговорим в следующих видео. Но за время пребывания в Фессалониках апостол Павел работал своими руками, получал за это жалование, получал пожертвования от филиппийской церкви, основывал церковь. За три недели, то есть примерно за 21 день, сделать это невозможно. Скорее всего, это очень сложно. И поэтому у ряда библистов есть предположение, что это время было больше, просто всего лишь три субботы подряд апостол Павел проповедовал в синагоге, а уже дальше произошел некий разрыв с синагогой. Далее. Тимофей приносит апостолу Павлу в 51 году, а напомним, что именно в 50 году примерно апостол Павел попадает в Фессалоники. В 51-м Тимофей приносит добрые вести о общине Фессалоник, и апостол Павел начинает писать свое послание. Написано это послание в очень благожелательном стиле, очень с благожелательным настроением. Его можно сравнить разве что с посланием к филиппийцам, где апостол Павел тоже не указывает на какие-то вопиющие преступления этих общин, как, например, в послании к Галатам или в послании к Коринфянам. Дальше нужно сказать вот очень важный момент. Солунь, подобно как и другим большим городам, является местом, где, как уже было сказано, было много различных языческих культов. И апостол Павел тонкий психолог, он не только лицо духовное, он не только проповедник, он еще и прекрасно разбирается в человеческой душе. И он прекрасно понимает, как человеку тягостно бывает. Вот представим себе, что всю свою жизнь ты проводишь в каком-нибудь окружении прекрасно вырезанных из мрамора идолов, когда ты видишь красивые, очень обеспеченные всяким обрядовой составляющей жертвоприношений языческим богам. И, несмотря на это, ты приходишь в Церковь Христову, где все достаточно минималистично. Если мы посмотрим на первые возможности собрания христиан, то это все очень минималистично. Нет каких-то помпезных жертвоприношений, помпезных храмов и так далее. И вот как не сорваться обратно? Как не вспомнить о тех оргиях, которые происходили у язычников? Как туда не вернуться? И вот апостол Павел поэтому помогает этим христианам в этом послании утвердиться в чистоте жизни. Он говорит им о том, что вера Христова предполагает от вас уподобление Христу, чистоту, буквально кристальную чистоту христианина. И последнее, о чем хотелось бы сказать в контексте данного послания, или скорее в введении к данному посланию, это то, что апостол Павел не пишет свои послания собственноручно. Скорее всего, это делает его секретарь или стенограф, если мы возьмем греческий транскрипт этого слова. Стенограф записывает. Поэтому именно этим ряд библистов описывают некоторые пропуск сказуемого или подлежащего в том или ином предложении. То есть, некие речевые, как нам кажется, неточности списывают на то, что это запись устной речи апостола Павла. Но апостол Павел подписывает это послание собственноручно. В ряде других его текстов мы это видим, например, в послании к Галатам. Дорогие друзья, мы с вами продолжим разбирать послание к вселоникицам в последующих видео. Это послание легкое, достаточно короткое, поэтому видео будут небольшими. Но я очень надеюсь и желаю всем, кто принимается за изучение этого послания, делать это с удовольствием. И, конечно, не ожидать от видео лекции какого-то всеобъемлющего рассмотрения этого послания, а лишь некоторые его части. Мы делаем небольшой срез, чтобы каждый слушающий заинтересовался этим текстом и попытался раскрыть его все больше и больше в течение всей нашей жизни. Храни вас всех Господь и желаю вам удачи и помощи Божьей в изучении священных текстов.